Здравствуйте, я Боевен Григорий Вячеславович, активист профсоюза действий, председатель инициативного комитета первичных профсоюзных организаций фабрично-заводских комитетов от Фонда Рабочая Академия. И для жителей Вселожского района я сообщаю, что машина по уничтожению медицины во Вселожском районе включена на полные обороты, и вот увольняют очередных врачей, в числе них майорова Елена Валерьевна, которая не подписала новый трудовой договор, о котором она даже не знала, и вот, будучи на больничном, ее внезапно увольняют. Соответственно, это стоматолог из деревни Кудрово, она там работает уже больше года, она заслужила там почет и уважение непосредственно жителей, жители просто безуматы от этого врача, но это не повод, чтобы с ней поговорить, что-то обсудить, ее взяли и увольли, причем она, будучи на больничном, узнала, что ее увольняют. То есть, вот такой вот казус, то есть, там собрались такие специальные люди во главе с Шипачевым, которым все равно, кто, что, зачем, главное гнуть свою линию по, еще раз повторюсь, по уничтожению медицины непосредственно во Вселожском районе. Итак, ее уволили, во время увольнения там был просто цирк, ну цирк это как бы со стороны, Елена Валерьевна пережила немало неприятных минут, на нее там кричали, ее посылали на три буквы, ей пришлось вызвать своего знакомого юриста. Лидер профсоюза действий Владимиров всегда был на проводе, потому что не мог в тот момент подъехать, но всегда сопровождал консультациями. И вот во время увольнения выяснилось, что оказывается Ирине Валерьевне все это время нужно было доплачивать за расширение ее должностных обязанностей. Об этом она узнала в момент увольнения, ну там вообще вот сейчас мы продемонстрируем эту часть. В принципе, как увольняли Елену Валерьевну, надо сделать отдельный ролик, там есть чего показать, но пока дождемся каких-то промежуточных результатов этой ситуации. Ну а для жителей Кудрова я хочу сообщить, что ваше мнение никого не интересует, увольли вашего любимого стоматолога. Причем, когда мы опрашивали непосредственно работников из деревни Кудрово, именно работников медицинской службы, то выяснилось, что за последние несколько месяцев из Кудрово уволилось, именно из этого подразделения уволилось 22 человека. И вот, соответственно, меня спрашивают, что же делать, что же это такое за инициативный комитет, что он может сделать, как его организовать, какие бумаги писать, что писать. Еще раз говорю, инициатива в нашей стране ненаказуема. У меня уже был опыт общения с таким инициативным комитетом именно в городе Санкт-Петербурге, где мы отстаивали 44-ю детскую поликлинику. Вот это я стою с плакатом «Защиту 44-й поликлиники», «Защиту от ее закрытия». Так вот, да, профсоюз действия в этом участвовал, но профсоюз действия на тот момент играл далеко не первую скрипку. Скажу даже больше, у меня было ощущение, что я вот именно у этого инициативного комитета пациентов, я там на подтанцовке не больше. Потому что этот инициативный комитет, он просто сложился из тех мам, вот этих вот пациентов, которых решили лишить этой 44-й поликлиники. Ее закрыли, типа на ремонт, или там стали закрывать. И потом просочилась информация, что ее с ремонта-то не откроют, потому что это центральный район, земля дорогая. И, скорее всего, эта поликлиника пойдет под снос и на ее месте построят что-нибудь другое. И вот инициативная группа взялась за дело, они взяли эти документы, они там нашли очень всего много интересного, подтверждающего вот эту первичную информацию. И просто стали вести чуть ли не боевые активные действия. То есть, эти вот мамы этих маленьких пациентов, они ни от кого не зависят. Они просто взяли администрацию района и города просто за горло. Они там проводили пикеты, они смотрели эти все документы, делали свои заключения. То есть, там была такая мама, которая такая, чуть ли не беломорин, вот так вот куря, рассматривала вот эти документы, говорила, слушайте, я в проектных отделах работал всю свою жизнь, сейчас я вам расскажу, что они здесь написали. В итоге они заставили там эти комиссии пересмотреть свои документы, выявились куча-куча нарушений. И новой администрации пришлось разгребать дела старой администрации словами, но это были они, это не мы. И в итоге вот, в принципе, на данный момент есть шанс, что поликлиника, именно врачи из этой поликлиники вернутся в отремонтированную. Но при этом, как поступали врачи, то есть, врачи как бы стали бороться, но когда на них поселение надавили, они, бедные, взяли свои столы и понесли их покорно, понесли в другое место, где им определили. А там чуть ли не километр надо было идти со столами, то есть, им даже не выделили машину, и вот они, ну, потому что нас таких воспитывают. Сейчас мы вот эти сидим покорные, и все, на нас все сыпется, а мы головы не можем поднять, и все говорим, да, да, мы все сделаем. И вот нас за много лет воспитали таких покорных, а вот пациенты, они думали совершенно, вернее, вот эти мамы маленьких пациентов, они думали совершенно по-другому. И в итоге, те врачи, которые отнесли с столы неизвестно куда, пришлось на какое-то время вернуть обратно. То есть, вот такие вот были телодвижения туда-обратные к тому, что медицинские работники за себя-то бороться не будут. То есть, видите, как бы 22 человека пришло, 22 человек ушло. Что мы об этом слышали? Да ничто. Мы посмотрели на это все, и как бы деру из этого кудра, нифига себе, такая нагрузка еще и администрации неадекватная. Поэтому создавайте инициативные комитеты пациентов. Для этого не надо писать бумаги, но вы можете, конечно, собраться и там написать протокол учредительного собрания инициативного комитета, что собралось 20 человек, решили, вот это председатель, это секретарь, собираемся раз в месяц, взносы никаких не платим, там, что еще там можно написать в этом протоколе. Да что хотите, там, напишите, что собираемся два раза в месяц, на первое время ты-ты делаешь это, ты-ты делаешь это, пишем обращение туда-сюда, и все. Вот он, комитет заработал, составили план, на следующее собрание отчитались, кто был ответственный по этому плану, что делаете. И вот так создаются инициативные комитеты, так же создаются и профсоюзы, понимаете. Вот так же, вот на предприятиях создаются профсоюзы, три человека собрались, проголосовали за профсоюз, проголосовали за устав, там, какой-нибудь типовой, назначили председателя, взносы не собираем, все, вот профсоюз готов, и федеральный закон номер 10, вот как раз к этой ячейке уже и относится. Все, ничего не надо, и вот вы уже в борьбе, вы организованы, просто, просто красота. Но у вас есть профсоюз действия рядом, это VGP67, собака Мэйл.ру, это Владимиров Геннадий Петрович, который уже много лет находится под прессом этой администрации, не сдается, и наш профсоюз сейчас растет. Для того, чтобы вступить в наш профсоюз с медицинским работникам, достаточно написать вот это заявление, которое на экране. Наша цель все та же, набрать более 50% коллектива, для того, чтобы вступить в коллективные переговоры, для заключения коллективного договора. В коллективном договоре будет отражено, в том числе и нагрузка, и обязанности, и все то, что сейчас не выполняется администрацией, то есть они плюют на те законы, даже которые есть в Российской Федерации, им до этого все равно. Ну вот показатель, да, даже в увольнении этой майоровой Елены Валерьевны, которую уволили, когда она находилась на больничном. Вот такой вот цирк. Ну еще не забудьте выходить из желтого профсоюза, который составлен из заместителей главного врача, и которые льют воду на мельницу главного врача. Ну и будьте здоровы, а пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok